В сегодняшнее наше занятие я начну с рассказа о новом журнале. Покажу сначала старый. Это журнал Клант. В 1970 году он был создан. Выходил он тогда 12 раз в год, проще говоря, раз в месяц. И действительно замечательный был журнал. Почему я говорю был? Потому что из 12 раз, к сожалению, сейчас осталось только 6. А главное, сейчас всякие суды и бог знает, что там еще происходит. Хотя, 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 не существует он только на бумаге. Значит, на бумаге считается, что его сейчас нет. Если в Википедию вы пойдете, то обнаружите, что там написано, что его нет. Но я показываю вам журнал, которого якобы нет. Вот он. Что значит, что его нет на бумаге? Это означает, что слово Клант. Такого журнала нет. Но есть журнал Клант Плюс. Маленький-то бы плюсик. Это юридические фокусы. Не хочу вам об этом подробно рассказывать. Некие споры бывшего главного редактора Кротова с своей редакцией. То есть вся редакция осталась. И делает вот этот вот самый журнал. Вот. А он успел оформить на себя право на название. И так далее, и так далее. Так вот, поскольку начались вот такие вот юридические разборки, то было принято следующее решение. Давайте сделаем новый журнал. Обращаю ваше внимание. Он будет выходить с января месяца. 12 раз. Я всегда говорил, что надо, чтобы журнал был ежемесячный. И, что называется, без Юлевича Кротова, редакция согласилась. То есть, да, действительно, надо, чтобы журнал выходил раз в месяц. То есть, о чем этот журнал? Квантик, потому что мы не придумали никакого хорошего названия. Вернее, было несколько вариантов, но ни один из них не показался действительно. В общем, придумали, что пока что он называется без названия. Квантик. Квантик. Журнал для смелых и любознательных. Вы скажете, что это просто слова для смелых и любознательных. На самом деле, нет. Это очень точная формировка. Потому что, ну, любознательно непонятно. Тут так сказать нечего. Действительно, для дураков и для тех, которым ничего не надо знать, без смыслных журналов. Почему для смелых? А вот почему. Этот журнал с самого начала будет такой, что он не ограничивает себя только математикой или только физикой. Смелых, вот в каком смысле. У нас оказался знакомый, замечательный специалист по лингвистике. Значит, в этом журнале есть страничка, посвященная лингвистике. Удастся уговорить биологов, значит, здесь будет страничка про биологию. Смелых в том смысле, что, хотя здесь написано. Так, для кого? Так, интересно, для кого? Так, для кого, для кого, для кого. А тут не написано для кого. Тут не написано для кого? Для смелых это обознательно. Значит, возраст тут не написан, но смысл такой. Мы хотим, чтобы его читали не только школьники старших классов, не только те, на кого ориентирован журнал «Хват», а он все-таки скорее для 8-11 класса. Может быть, какие-то статьи могут читать шестиклассники, семиклассники. Мы хотим, чтобы его читали именно школьники 2-го, 3-го класса, 4-го. Вот такой народ, ну и более старший, разумеется, тем более. Начну с задачи-шутки, которая есть вот в этом пилотном номере. Заметьте, он назван номер 0 за 2011 год. Задача такая. Ведра. Почему ведра обычно делают не в виде цилиндра, а скашивают вниз? Давайте я объясню. Что такое вообще, как может выглядеть ведро? Оно может быть таким вот в виде цилиндра. Ну, естественно, случай. Естественно, случай. За это мы будем держаться. Цилиндр. Такие ведра, в принципе, бывают. Но довольно редко. Можно ведро сделать таким, расширяющимся книжам. Таких практически. В принципе, можно было бы ведро сделать вот такими. А вот здесь вот сделают отверстие. Таких, ну вообще. Ну, то есть, можно, конечно, все можно сделать, да? Ну, и бывает, вы в любой магазин зайдите, посмотрите, какие ведра. В большинстве случаев ведра вот примерно такие. Может быть, чуть меньше скошено, но идея такая. Вопрос. Почему большинство людей чуть-чуть скошены вниз? Ваши версии. Да? Мне кажется, по-моему, когда оно быстрее наливается в воду. Быстрее наливается. Ну, видишь ли, если сделать ведро вот такой вот формы, то тогда оно нальется вообще, наверное. А где он больше? Больше. Значит, наливается оно столько времени, как его объем. Если ты хочешь, чтобы оно быстрее наливалось, объем должен быть маленький. Если хочешь, чтобы оно было больше объема, соответственно, будет дольше наливаться. Да? Наверное, чтобы вода по стенкам не стекалась. Вода по стенкам? Ну, а с чего бы это истекать по стенкам? Нет, если нальешь слишком много, она не стечет. Если будешь наливать нормально, то не стечет. Да? Чтобы она что? Равномерная нагрузка. Равномерная нагрузка на что? На руку или на пол, где стоит? На руку. На руку. Когда хватает за ручку, то вся нагрузка идет в этом месте. Нет, другое дело. В смысле нагрузки на руку, вы вот в чем правы. Если ведро такое совсем хитреформы, то действительно, при попытке его взять, начнутся всякие физические эффекты, там, раскачивание. Ваша версия? Может быть, потому что, например, у которого маленькая горлочка, маленькая ручка будет, и будет неудобно держаться? Так, сделайте большую ручку. Размер ручки не зависит от ведра. Да? Мне кажется, чтобы струя вытекала маленькая, но чтобы в точке... Нет, какая струя зависит от того, какой вы сделаете ободок. Да? Чтобы дуб не наливать. Чтобы дуб не наливать. Я не понимаю, чем... Вот это принципиально отличается от этого. Абсолютно не понимаю. Да? Может, что это ведро больше вещает, а если оно будет еще больше, то будет тяжелее. Вот это... В смысле, что это ведро вмещает меньше, чем это, да? Больше. Больше? Ну, одинаково... Ну, тут напросил. Какое возьмешь основание? То есть, если основание вот это такое же, как здесь основание, то тогда, конечно, это ведро вмещает. А если наоборот, верхний ободок у этого, такой же, как верхний ободок у этого, тогда, соответственно, ну, понимаешь, ты же можешь регулировать размер. Я сейчас спрашиваю о форме ведра. Потому что ведро такую форму можно сделать и совсем маленькое, и большое. Да? Да? Чтобы вода сразу вытекала? Ну, если немного наклонишь, то она вместе состекает. Так в любом ведре, если вы наклонишь, то вытечет. Да? Да, устойчивость. Это хорошая идея. Ведро должно быть еще и устойчивое. Между прочим, самое устойчивое вот это. Поэтому... И, кстати, иногда делают такого типа ведра. В некоторых физических лабораториях, я видел, бывают такие сосуды, что сверху узкое, а внизу действительно, когда нужно, чтобы оно было по-настоящему устойчивое. Но редко. В большинстве случаев и этого, и этого для устойчивости всего вполне хватило. Ну, чтобы, когда наливаешь воду, чтобы оно не случайно не пролилось, а вот прям попадало именно в ведро. Ну, понятно, удобнее наливать. Вы, безусловно, правы, в такое ведро наливать удобнее. Но надо сказать, что в большинстве случаев все-таки вы наливаете из крана. Правильно? И из крана можно попасть и сюда, и сюда, и сюда. Нет, конечно, в принципе, наливать в такое удобнее. Ну, вряд ли это настоящая причина. Это подсказка. По какой-то причине эти ведра дешевле, чем такие-то. Казалось бы, на предприятии все равно, какое ведро сделать. Говори. Почему? Почему их легче делать? Современные штамповочные машины на самом деле могут очень многое. Лист металла, или, я не знаю, там, из пластика, или с чего они там делают эти ведра. Современная техника может придать практически любую форму. И более-менее за один удар. Понимаете, это в старое время, когда горшки делали, не знаю, глиняные горшки, тогда была проблема. Сейчас этой проблемы нет. Но почему-то ведра такой формы дешевле. Потратить бы меньше металла. Меньше металла потратилось бы, между прочим, на шарообразное ведро. Поэтому, если действительно вас интересует максимальный объем при минимальном расходе металла, то ведро так бы должно было быть. Площадка, чтобы она могла стоять, и здесь вот горлышко. Вот такое ведро было бы, если бы вы действительно интересовались экономией металла. Да? И это материал? Ну, это то же самое. Материал, металл это одно и то же. Понятно, что материалы бывают разные. Да? Да пойми же. Размеры изменишь, и от этого вместимость изменится. Можно сделать ведро побольше, можно сделать ведро поменьше. Форма и объем – это разные характеристики. Да вы что, ребята? Да? Потому что, если маяк на горлышко, то труднее его сделать. Потому что труднее его сделать. Повторяю. Современные станки умеют делать не только ведро, но и автомобили. Ты понимаешь? Понимаешь, насколько сложнее проштамповать хитрые детали для автомобиля, чем ведро? А? Уж если с автомобилем справляется, значит с любым горлышком запросто. Подсказка. Поднимите руку, кто знает, что такое магазин Икеа. Молодцы. Молодцы. Практически все подняли руку. Что такое магазин Икеа? Это магазин. Магазин сомнений. Ну не только мебель, но в основном мебель. Магазин сомнений. Совершенно замечательный, между прочим, магазин. Замечателен он не только вежливостью продавцов и так далее, это во многих магазинах. Он замечательный аршивистный мебель, который там продается. За счет чего? Да? Я сказал, что такие мебели не нужны с чем качественный металл. Они могут все очень... Ну неправда. Если тебе нужен качественный металл, будет качественный. И оно долго не проржавеет. Если тебе оно нужно на 5 минут, значит можно из любого металла сделать. Нет, нет, нет. Качество металла здесь ни при чем. Повторяю про Икеа. Хорошо. Поднимите руки. Кто видел, в каком виде мебель приезжает из Икеа? Ага, уже меньше, но все-таки многие подняли. В каком виде? В разобранном. В разобранном. А именно? В коробках. В чем? В коробках. В коробках. Да. В плоских? В коробках. Да. В плоских коробках. Интересно, зачем они это делают? Да. Чтобы не запылялось. Чтобы не запылялось, они могли бы в пленителенную пленку обернуть. И глилась. Да. Чтобы они не поцарабывали. Для этого можно было в какую-нибудь пленку обернуть. Нет, идея в другом. Да. Может быть, то, что их легче будет собрать? Собрать легче. Лучше бы они не разбирали. Знаешь, они могли бы просто не разбирать эту мебель, и сразу ее делают собранную. Да. Молодец. Совершенно верно. Икеа гордится тем, что у них низкие цены. Внимание. Из-за того, что они при перевозках тратят мало денег. Рассказываю. Если вы покупаете, ну, что-нибудь, что, чтобы все по карману. Стул. Да. Покупаете стул. Вот представьте себе. Вы купили вот такой стул. Что вы делаете? Вы его тащите. Да. Берете и пошел, пошел, пошел. А представьте себе, что такой же стул будет состоять из нескольких деталей, которые можно разлететь. Тогда, поверьте мне, весь этот стул займет небольшую коробочку. Если аккуратно подумав об этом, разумеется, в Икеа не просто так режут мебель на куски, а как-то думают, как ее собирать. Какое это имеет отношение к нашей задаче? Какое это имеет отношение к нашей задаче? Да. Метод. Метод. Почему здесь не тот? Может, из-за того, что разбирать легче? Ведро не разбирать. Собирать метод. И не собирают. Даже в Икеа не догадались продавать разборные йодра. Да. Почему меньше? Какая тебе разница, так или так? Да. Объем занимает примерно поровну, и то, и то. Хорошо. Кто-нибудь из вас видел пластиковую одноразовую посуду? Отлично. Все видели. Как устроены, ну, например, стаканчики. В каком виде их хранят, продают? Кого? Говори. В том, что если его можно много делать и ставить друг на друга, он будет заменять. Не друг на друга. Друг друга. Вот это и есть решение. Господа, ну, такие ведра, это уже можно помнить, что ерунда. А вот другие ведра обладают, в принципе, нормальными потребительскими качествами, но одним существенным достатком. Вы не можете цилиндрическое ведро, два одинаковых цилиндрических ведра взять и одну ставить в другую. Потому что, если у вас вот здесь состояние ровно такое же, как здесь, то, естественно, не влезет. А вот такое ведро, особенно если аккуратно все рассчитать, чтобы оно там не корявалось, идеально входило бы, вы можете в результате, когда вы сделали много таких ведр, то вы не должны каждое из них запаковывать и отдельно везти. Вы берете, не знаю, несколько десятков этих ведер и упаковываете в длинную, 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 тяжелую, конечно, но зато занимающую очень маленький объем такую штуку. Привозите ее в магазин, в магазине вскрывают и уже по одному ведру продают. Поняли? Поняли. Так, последний вопрос. Кто-нибудь из вас видел пожарный стенд? Да, совсем мало. А что это такое? Всего десяток. Ну, ребят, смотрите. Что такое пожарный стенд? Это обычно покрашенное в ярко-красный цвет, несколько досок. Там лопата, богор обычно. Вспомнили? Вспомнили. Помните, как выглядит пожарное ведро? Да. Как? Оно сначала... Оно в длину онлайн. Правильно. Пожарное ведро выглядит совершенно удивительным умом. Оно вот такое. Ну, естественно, оно объемное. Как и везде оно будет здесь написано. Так, разговор не о том. Почему пожарные ведра делают вообще без дна? Да? Потому что их меньше объем занимает, и собраясь, можно привести десяток, имеет бы... На самом деле правильно. Жарный объем больше. Конечно. Потому что такие ведра действительно удобно вставлять одно в другое. Так же, как и наши. Ну, и у них, правда, есть еще одно важное качество. Извините, это уже связано с реальными жизнями. Пожарные ведра специально делают такой странной формы, для того, чтобы нельзя было ни с чем перепутать. И, извините, чтобы не воровали. Понимаете? Потому что, если вы будете делать пожарные ведра такие же, то, к сожалению, возможно, даже, кстати, даже из воровства, просто возможен вариант, что кто-то возьмет для каких-то надобностей это самое ведро, потом забудет положить. У пожаров же какая проблема? Они не каждый день случаются, да? Вот мы с вами здесь вот какое занятие уже находимся, а ни разу не горели. Вот, я надеюсь, что и никогда. Вот, университет гореть не будет. Проблема вся в том, что пожарный стенд должен многие годы стоять, и всегда ведро должно там быть, потому что пожар может случиться в любой момент. А с другой стороны, скорее всего, оно никогда не понадобится. И вот поэтому слишком велик соблазн использовать ведро для каких-нибудь других надобностей, и чтобы это никто не делал, делают вот такие вот заостренные, ну, его надо поставить в локом нельзя, действительно, только во время пожара. Так, ну что, расправились с этой задачей? Да. Следующая задача на обложке. Она тоже очень простая. Тут нарисован автомобиль. Ребята, понятно, что у меня нет возможности сейчас каждому из вас подойти, поэтому давайте сделать так. Я нарисую, грубо, эту картинку, автомобиль я нарисую в виде прямоугольника. Ну, тут, понятно, где-то нарисовано место водителя, да, здесь место пассажира, который рядом с ним, тут вот задняя скамейка. Это грубо. И нарисованы два зеркала заднего вида. Нарисованы два зеркала заднего вида. Одно зеркало нарисовано вот так, а другое зеркало нарисовано вот так. Ну, нет, понятно, что оно соединено с автомобилем, естественно. Вы знаете, что когда водитель едет, то он смотрит вовсе не для красоты. А для чего он смотрит? Совершенно верно. Чтобы видеть, не подрежут ли его сзади. Типичная история, зачем вам нужно видеть... Слушайте, те ноги зубы, это похоже. Машина в моем исполнении. У меня на стиральной машине. Ну, ничего. Значит, господа, представьте себе, автомобиль едет по какой-то полосе. И решил, ну, каким-то надобностям, перестроиться в соседнюю. Например, дальше поворот скоро делать, решил перестроиться в соседнюю. Если бы он не смотрел, что у него сзади, то когда он передвигается на соседнюю полосу, могла бы произойти такая история. Если сзади едет очень быстро машина, то она может не успеть среагировать на его действия и просто ударит сзади. Ну, не то что в лепешку, но неприятно. Поэтому, безусловно, водителю полезно. Ну, или когда задний ход дает, тоже полезно видеть, что у тебя сзади. Бывают ситуации, когда водителю надо знать, что происходит сзади для дела. Не просто так посмотреть, а именно для дела. Вопрос. Если вот такие, так расположенные стекла, скажите, пожалуйста, где водитель, а где пассажир? Да, справа или слева? Водитель сидит слева, а пассажир сидит справа. Водитель сидит слева, пассажир сидит справа. Объясните, почему? Потому что, когда водитель смотрит правое стекло, тогда, если он будет смотреть слева край, то, если он будет видеть дорогу, а если он будет сидит справа, если он будет справа... Слушайте, выйдите, объясните, быстрее. Быстрее. Если кто-то еще хочет что-то сказать, то уже выйдите прямо сейчас. Если хочешь что-то сказать, выйдите, достри и скажешь. Не хочешь? Хочешь, вы хотите? Так, ну, прошу, давайте начинаем. Громко. Если вы хотите выйти сюда, то вы будете видеть, что происходит. Если вы будете смотреть сюда, то вы будете видеть свою машину. Ну, тогда давайте смотреть сюда, то вы будете видеть, что происходит. Так, ваша версия. Водитель где? Водитель сидит. Водитель, спасибо, садитесь. Ваш ее? Нет, ваш ее. Моя версия такая, что я сделаю в этом месте, тем, что, когда человек на этом месте, он видит ее ототочку, направление, которое он видит, на каком-то этом. Ну, направление, да. Направление. То он видит, именно, по какому часу свои машины. Ну, в этой машине. Не на такой степени. Может быть, вас смущает, что я слишком круто нарисовал. Разумеется, чуть-чуть вот так. Но тогда он видит, вот если с этого места, то он видит, более-менее вот это. Меньше, чем здесь. Меньше вы, чем садитесь. Ваши. Я хочу сказать, что вот этот стекло, здесь его, и тут перец, сажение закрыл дверь. О, отличная версия. Вдруг во время поезд кто-нибудь подсаживается к нам в автомобиль. Водитель должен смотреть и не позволить во время езды со скоростью 80 км в час, чтобы какой-нибудь пешеход открыл дверь и залез в автомобиль. Отличная версия. Садись. Я все понял. Я все уже понял. И слышу. Я считаю, что он должен быть здесь. Он может быть везде машины на посадку. Вот это есть там? Так, хорошо. А зачем вот это? Ну, хорошо, опять я не очень точно расписывал. Вот так вот, чуть-чуть. А зачем это? Ваша версия? Где он сидит? Справа сидит. Хорошо, ваша версия? Да. И зачем ему там? Видите? Ну, это хочется. Хорошо, хорошо. Ваша версия? Я думала, что он сидит справа. Потому что здесь он увидит и чуть-чуть выход. Здесь если едет автомобиль, он принял и осторож и обладает и обладает что он хорошо. Да? 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 Ну что, на самом деле, конечно, суть вы поняли, действительно, если посмотрите на настоящий автомобиль, то вы обнаружите, что эти зеркала действительно повернуты по разному, действительно регулируются зеркала таким образом, чтобы водителю было хорошо видно. Есть простой способ. В очередной раз попроситесь на секундочку сесть на место водителя. А, кстати, должны обязательно садиться, можно просто туда голову просунуть, на то место, где обычно голова водителя. И посмотрите на одно зеркало и на другое, а потом выйдете из машины и, соответственно, и все станет понятно. Так, две задачи мы разобрали. Теперь, ну, опять, вообще, о журналах невозможно рассказать за одно занятие, но, если честно, это, может быть, не очень, что называется, для вас, потому что, наверное, имеют смысл такие вещи в чуть более старшем возрасте. Хотя, с другой стороны, повторяю, журнал для смелых и любознательных, и, в конце концов, что с вами не случится, если вы это узнаете сейчас. Ничего сложного сейчас не будет, записывать сейчас ничего не надо. Я просто расскажу вам на некоторую статью. Договорились? Договорились. Договорились. Рубрика называется «Предание старины». Хотя, реально, это просто биографии разных ученых, там будут публиковаться. Начали, достаточно случайным образом, с замечательного человека. Ренетка родился в 1596-м, а умер в 1650-м году. Есть слово «картезианство». «Картезианство». Так вот, это от его фамилии. Просто, если записать его фамилию по-латыне, то будет этот самый «картези». Неизвестно точное место рождения этого человека. Четыре французские провинции – Турень, Пуаку, Британь и графство Блуа – боролись за честь быть родиной Декарта. Скорее всего, он родился в Турении, в городке Лаэ, ныне переименованном в город Лаэ Декарта. В роду Декарта были очень образованные люди. Среди его предков по мужской линии, медики Пьер Декарта и Жан Феррата, дед его дружил с переводчиком Макеавелли. Макеавелли – это такой великий писатель, автор книг, которые сейчас полезно почитать. Дальше. Мать происходила по женской линии из семьи САЗЭ, хранителей Королевской библиотеки университета. Не очень понятно, как эти семейные традиции отразились, собственно, на Декарте, потому что мама умерла, когда ему было чуть больше года. Потому что отец не занимался ни литературой, ни чем другим таким ученым. Тем не менее, ребята, обратите, пожалуйста, внимание на эту важную вещь. В биографиях большинства выдающихся людей обнаруживается, что, собственно, родители тоже были какими-то людьми достаточно посвящены. Есть такая грубая поговорка. От осины не родятся апельсины, да? Это я не к тому, что если у вас мама и папа не профессор, то, значит, у вас жизнь уже загублена. Неправда. Разумеется, из самых разных семей бывают самые замечательные, самые великие люди. Но! Услышьте простую вещь. Даже если вы сами не станете не учеными, а вот там, как папа Декарта, будете конкретно заниматься там зарабатыванием денег, ничего страшного от того, что вы при этом получите приличное образование, нет. Может быть, ваши дети добьются чего-то выдающегося. А может быть, внуки. То есть всегда важен общий уровень культуры семьи. Потому что, действительно, если вокруг тебя нет приличных людей, то шансов гораздо меньше. Дальше. В детстве Декарт был слабосдорогим. Отец прежде всего старался укрепить его. Но ребенок был любопытным. Отец отвечал на его вопросы. Когда мальчик подрос, его отдали в иезуитский колледж Ла-Флэши, в провинции Аджу. Ректор этого колледжа был дальним родственником Декартов. А вот дальше вы слышите. В отличие от большинства других учеников, поскольку Декарт был слаб здоровьем, ему разрешали не ходить на утренние уроки. Эта привычка осталась у него на всю жизнь. И он привык по утрам к самостоятельным занятиям. Среди большого количества предметов, изучавшихся в этом колледже, были философия, математика. Что это была философия? Логика, риторика, математика, этика, метафизика. Декартово принадлежит замечательной фразе. Все науки настолько связаны между собой, что легче изучить их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от прочих. Самостоятельное смышление, проявленное Декартом, даже в школьные годы, только внимание, ребята, конечно, самостоятельное смышление, проявленное Декартом, это замечательно. Но важно, что учителя разрешали им не ходить на существенную часть уроков. Они понимали, что этому человеку нужно побольше заниматься самому, и это разрешили. И в результате получился тот самый самостоятельный ум. Так вы слушайте, признаюсь, я родился с таким умом, писал на себе, что главное удовольствие при научных занятиях для меня заключалось не в том, что я выслушивал чужие мнения, а в том, что всегда стремился создавать свои собственные. Здесь у меня есть еще замечательная фраза, тоже он написал. Это единственное, что в молодости привлекало меня к наукам. И всякий раз, когда какая-либо книга сулила в своем названии открытие, я пытался, прежде чем приступить к ее чтению, узнать, не могу ли я достичь чего-либо подобного с помощью своей природной проницательности. И исправно старался не лишать себя невинного удовольствия поспешным чтением. То есть, вообще говоря, он читал умно. Он не просто подряд зазубливал страницу за страницей, а перед тем, как прочитать книгу, думал, не может ли он сам что-то подобное сделать. После того, как прочитал книгу, тоже думал, нельзя ли это как-то исправить. Это то, как и нужно, собственно говоря, читать книжки. Не заучивать наизусть, а размышлять и придумать что-то. Смотрите, ребята, по поводу данных. Я, наизусть, помню, когда жил Фермах с 1601 по 1665 год. Заметьте, они очень близки по годам жизни. На самом деле, в то же время жил Мерсен, человек, благодаря которому возникла Парижская академия наук. В то же время их великим современником тоже был Паскаль. Почти те же самые годы. То есть, вот было такое замечательное время, когда создавались основы математической науки. Смотрите, с 1618 по 1621 год Декарт кочевал по всей Европе в качестве добровольца голландской армии. Он сам писал следующее. Военная служба позволяла путешествовать и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из этих занятий. Ну, что называется, вам я как раз это скорее не советую. Хотя, кто знает, вот забейте, этот замечательный математик прошел через военную карьеру. Через три года. Участвовал в осаде Ларошеля. Кто-нибудь из вас читал замечательную какую-нибудь книжку, где у слова Ларошель есть? Нет. Да? Конечно. Три мушкетера. Именно. Так вот, затем вернулся в Париж, а его свобода мыслей стала известна иезуитам, и они обвинили ученого в ересе. В 1628 году он перебирается в Голландию, где живет в течение 20 лет. Есть такая фраза, которую приписывают и карту, но и не зря приписывают. Я мыслю, следовательно, я существую. Вообще, он написал много философских книжек, рассуждения о методе, размышления о первой философии. Рассуждения о методе 1637 год. Размышления о первой философии 1641 год. Начало философии 1644 год. Теперь вот о чем. Декарт в математике важен тем, что изобрел Декартову систему координат. Давайте я нарисую, как это сейчас обычно изображается в учебнике. Если у нас есть мозг, то можно на ней задать так называемый центр координат. И две прямые. Одну назвать ось абсцисс, другую ось абсциссы, координаты. Абсциссы, координаты. На самом деле если в пространстве то будет еще третья ось перпендикулярная, которая называется ось абликат. А-бли-кат. Ось абликат. То есть вертикальная ось. Чтобы узнать координаты любой точки, надо сделать следующее. Опустить перпендикуляр сюда. И вот этот отрезок называется абсцисса точки. Опустить перпендикуляр сюда. этот отрезок как называется? Ордината. О-р-ди-на-та. Между прочим, если вы возьмете действительно книжный Декарта, то эту картинку вы там не увидите. Потому что сам Декард вы меня извините не очень хорошо знал обязательные числа. Это может показаться смешным, но в те времена еще не до конца люди понимали, что отрицательные числа по сути такие же должны быть как и положительные. И поэтому Декарта картинка выглядит вот так. Он рисовал только один луч, а именно вот этот. А все остальное надо было допысливать. То есть на самом деле если у нас нарисован такой луч, то понятно, что начало кардинал уже есть, вот этот луч уже есть, так что дальше при желании мысловно можно построить гуляр вверх и так далее. Вот он четко отделял положительные числа от отрицательных. И между прочим, даже когда решал уравнение, все время рассматривал положительные, отрицательные в качестве отдельных. Тогда еще люди были не очень привычные к тому, что положительные и отрицательные числа примерно одно и тоже. Но Декарт четко понимал связь между алгеброй и диаметром. Давайте я почитаю. Он писал, чтобы решить какую-нибудь задачу, нужно сначала считать ее как бы решенной и обозначить буквами все как данные, так и неизвестные величины. Затем, не делая различия между данными и искомыми величинами, надо заметить зависимость между ними так, чтобы получить два выражения для одной и той же величины. Это приводит к уравнению служащему для решения задачи, ибо можно приравнять одно выражение другому. Проще говоря, надо уметь составлять сравнения и надо переходить, это уже эти карты, это я вам, нужно уметь переходить при необходимости оталгебы, геометрия, геометрия галгебы. Вот, что дальше? Декартова система координат, давайте я напишу, как по-латински это пишется, значит, кар, я боюсь перепутать по этому журналу, кардезиус, вот так вот по-латински пишется фамилия Декарт, все основные труды Декарта были созданы в Голландии, к сожалению, не сразу он их стал печатать, потому что там как раз был процесс инквизиционный над Галилеем и соответственно проблемы. в 1648 году, в 1648 год, ребята, обратите внимание, насколько это близко к году его смерти, в 1648 году французское правительство в знак признательности научных заслуг назначило Декарту солидное жалобу перед его но когда он добрался узнав об этом до Парижа во Франции наступил политический кризис и выяснилось, что все эти обещания ничего не стоят. Тогда им заинтересовалась шведская королева Кристина, которая мечтала превратить Стокгольм в крупный научный центр и приглашала со всего мира выдающихся ученых. 1 октября 1649 года Декарт прибыл в Стокгольм. Дальше история которая очень важна каждому из вас заболеть на всю жизнь. Потому что может быть вы не станете ученым, однако то что я сейчас скажу важно не только для ученых. Смотрите, Декарта приняли любезно, но всевозможные интриги, представления о том кто более великий, кто менее великий, привели к тому, что фактически ему предложили зарабатывать на жизнь репетивкостом. Ну то, что сейчас называют репетивкостом. И внимание, помните, что Декарт любил по утрам поспать, понежиться в постели, что его от привычных ему утрен... Ну в общем так, он поломал распорядок дня. Эта самая шведская королева Христина решила, что она будет заниматься с великим математиком и философом по утрам. Благодаря королева Христина решила, что будет заниматься с Декартом по утрам. Начало занятий назначила на 5 часов утра и решила, что будет заниматься 3 дня в неделю. Это все происходило зимой, на редкость холодной даже для Швеции, где и так ручно не тепло. Вынужденный вставать до рассвета и добираться до дворца под леденящим ветром. Декарт подорвал свое и так довольно слабое здоровье. 1 февраля 1650 года он получил пневмонию и 11 февраля в возрасте 53 лет умер. Ну, в общем, вот такая исключительная судьба. Конечно, можно было бы еще много интересного рассказать, но давайте давайте на этом остановимся. Продекарта. Теперь дальше задачи. Дальше задачи из нашего журнала «Хвантик». представьте себе шарики в количестве сейчас покажу четырех из четырех каких-то шариков. И еще два набора один такой. Считайте, что они здесь спаяны или склеены. Вот это неразборная конструкция. И последнее. Такая тоже неразборная конструкция. задача. Задача. Как из этих четырех наборов составить что-то вроде объемной треугольной пирамиды? Сможет кто-то догадаться? Как, повторяю, из этих четырех наборов составить объемную треугольную пирамиду? Подумайте. Вот сейчас уже нужно вот сейчас уже можно подумать как это все сделать. Всего двадцать шариков. да пожалуйста выйдем покажи даже может быть не обязательно рисовать просто покажи как будет не слышу да да отличное решение неправильное следующий следующий отец это и в в есть и и и и и и и Я ничего не понял Покажи Покажи это руками Как бегал Да Они правильно Молодец, догадался Именно это и надо Действительно, надо было вот это Положить сверху, повернув Так, а куда класть эти? А эти нам нужно было Ну, вниз поставить Неправильно, не догадался То есть вот это правильная идея Положить Вот эти шарики Так вот Надо на самом деле Ещё сказать Примерно в таком Роде И всё получится Не можете догадаться? Ну, 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 давайте Придётся Придётся мне вам рисовать Страик Ребята Как на самом деле Выглядит Страик Согласны или нет? Ну, ну, а теперь подумать А теперь Немножко подумать Два противоположных и братья Трайдера перпендикулярны. Все равно не понимаете? Эх, жалко, я не взял из дома, у меня есть склеенная такая штука. То есть подсказка. Если вот так вот разрезать, не понимаете? Трайдер бьется на две одинаковые фигуры. Все равно не понимаете? Вот здесь должны лежать четыре шарика, а здесь должны лежать шесть шариков. А потом в таком направлении должны лежать шесть шариков и в таком направлении четыре шарика. Не понимаете? Вот так вот должны быть наши шарики, которые четыре штуки. А здесь должны лежать другие четыре шариков. Представьте себе, как все это будет в пространстве. вообразите, как это все делается. Это легко, ребят. Давай. Делается очень просто. Вот эта штука. кладется вот сюда. Сверху. И вся эта конструкция располагается так, чтобы вот эти шарики двигали вот эти шарики. Соответственно, вот эти будут располагаться вот так вот вдоль. Наоборот, вот эти шарики будут располагаться поперек, но уже здесь вот снизу. И, соответственно, еще ниже будет располагаться вот эта штука. Я не знаю, как это объяснить понятнее. Ну, давайте. Так. Теперь вопрос совсем смешной. Он тоже есть в этом журнале. Представьте себе две бутылки ну, бывают такие с металлическими крышечками. Две бутылки какого-нибудь вкусного напитка. Ну, я не знаю, там. Какая-нибудь удобная. Бутылочка Кока-Кола. Одна на пол-литра, а другая на литр. Вопрос. Скажите, правда ли, что бутылочка литровая получается из полу-литровых механическим увеличением всех размеров в одно и то же количество раз? Или нет? Да. Да. То есть, если вы идете в магазин, или еще в банке, ребята, стеклянные банки, надеюсь, все видели? Да. Значит, представьте себе, бывает литровая банка с огурцами. Она выглядит примерно так. Согласны? Да. А бывает банка трехлитровая. Как выглядит трехлитровая банка? Ну, я, конечно, не небольшой художник, но смысл такой. Согласны? Да. Вопрос. Правда ли, что трехлитровая банка получается из литровых увеличением в сколько-то там раз всех размеров? Да. Да. Или нет? Да. 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 Так, голосование. Кто за то, что да? Что трехлитровая получается увеличением не надо камеру. Мы... Вы что? Вы представьте себе. Вы сейчас их сфотографируете. Пройдет 30 лет. Их дети придут и предъявят. Папа, ты тогда не знал. Вы что? Нет, совсем не надо. Так, спасибо. Кто считает, что нет? Отлично. Голоса разделились примерно пополам. Голоса разделились примерно пополам. Ну что, это плохо. не нужно срочно бежать в магазин за банком. Вашего жизненного опыта абсолютно достаточно для того, чтобы сообразить. Абсолютно достаточно. Срочно листать квантик тоже не стоит. давайте лучше подумаем. Банка литровая. На самом деле я нарисовал неправильно. У меня есть некоторая очень важная ошибка. И если бы жизнь отняла вот так, как я нарисовал, домашним хозяйкам было бы жить гораздо сложнее. О, придумал еще задачу на ту же тему. Электрические лампочки не такие, как у нас сейчас в аудитории дневного света, а бывают такие, которые ворачиваются в патроны. Знаете? Замечательно. Вы никогда не замечали, что лампочки бывают на 40 ватт, на 25, на 100, на 150, на 500. Вы замечали? Да. Замечали. Если вы посмотрите лампочку на 500 ватт, обычно она крупнее, чем лампочка на 25. Правда ли, что на заводе делают так? Берут лампочку 25 ваттную, все размеры умножают в сколько-то там раз, и получается лампочка там 100 ваттная или 500 ваттная. Нет. А как узнать да или нет? Дело в том, что у меня под рукой лампочек сейчас уж точно нет. Если за огурцами можно сходить в ближайший магазин, то магазин лампочек здесь не близко. Да? Потому что нагревание у вас в глупости. Дело не в нагревании. Я могу легко объяснить, почему увеличив все размеры 40 ваттной лампочки в определенное количество раз, вы не получите ни 100 ваттной, ни 500 ваттной. Почему все размеры нельзя увеличить в одно и то же количество раз? Да? Может, лампочка локтя? Да нет. Что такое лампочка локтя? Когда ты увеличиваешь размеры, ты это делаешь на бумаге. Ты делаешь задание для станка. Там-то такой размер, там-то такой размер. Например, когда ты проектируешь лампочку, то ты можешь по идее написать любые числа. Но почему-то форма 25-ваттной лампочки отличается. На самом деле, форма трехлитровой банки тоже отличается. Еще подсказка. Форма двухлитровой банки отличается и от формы литровой, и от формы трехлитровой. И это не придут. Это не просто желание производителей этих банок внести вклад в архитектуру. Что подобного? Есть причина. И бутылки на самом деле, услышьте, ребята, если возьмете бутылку трехлитровую, таких не бывает, двухлитровой точно бывают, да? Двухлитровую бутылку если возьмете, она получается не гомотетия. Гомотетия это увеличение всех размеров в определенных 10 раз. Она получается не растяжением, а она более нет. Кстати, если удвоишь размеры, то получишь неожиданный результат. Удвоишь длину и ширину и высоту. От этого изменить 8 раз. Поэтому литровку уберешь, удваиваешь размеры и получаешь сразу 8 литров. Попытка выпить 8 литров для психолога закончится очень плохо. Да? Я просто понял, почему. Может, потому, что если проектировать там будет очень тоник покрытие. Глупости. Проблема не в покрытии. Да вы что, ребята? Да вы что? Да! Что? Да я не слышу ничего. Неожиданная концепция. То есть вы думаете, как ведра вставляют одно в другое. Также и в магазин тоже лампочки привозят, когда одна лампочка вставлена друг в друг. И вакуум одной лампочки вставлен вакуум другой лампочки. Да? Надеюсь, все знают, что внутри лампочки там не просто воздух, а по-разному бывает. Бывают разные газы хитрые, интересные. Бывает просто вакуум. Но в любом случае и воздух. Да? Вакуум еще начнете вакуум? Чтобы света больше было хорошо. Так, ребята, кто-нибудь из вас видел большие грузовые автомобили? Нет, ну большие, в смысле, которые, по-моему, в Москве ездят, это не такие большие. Я имею в виду Белазы. Поднимите руки, кто видел Белазу. Что это такое? Эта машина вместимостью 40 тонн, бывают вместимостью 120 тонн. Ага, все-таки несколько человек видели. Дело в том, что мое детство, первые 19 лет моей жизни, прошли в городе Стерлитамак. Это такой замечательный город в Башкирии. Любой из вас, придя домой, может прочитать название этого города на пачке соды. Мой город замечательен тем, что в любой квартире есть пищевая сода, она сделана именно на соответствующем заводе Стерлитамак. Так вот, чтобы сделать эту самую соду, там есть гора, называется Шахтау, и гора состоит из лесника. Естественно, его нужно доставить на завод. Этим занимаются те самые 40 тонн или даже большие вместимости Пашин и Белазы. Выглядит совершенно замечательно. Я в детстве помню действительно удивительные машины. По обычным дорогам ездить совершенно невозможно. Сразу все исчезнет под их колесами. Огромные совершенно колеса. Вот действительно огромные. А теперь вопрос. Как вы считаете, когда вот такой 40 тонн или 100 тонн автомобиль конструировал? Правда ли, что взяли конструкцию обычного автомобиля и все размеры увеличили в два раза? Нет. Почему нет? Почему сразу можно сказать, что нет? Да. То есть берешь обычный двигатель, все размеры увеличиваешь, получается более мощный двигатель. размеры размеры казалось бы. В чем проблема? Просто берешь чертежи маленького детского автомобильчика и пишешь все умножить на 10. Это получится просто простая машина. Ну хорошо, все умножить на 20. Ну сообразим, насколько умножить. почему? Более мощный понятно, что размеры больше и мотор мощнее. Да. Говорите же. Не слышу. Затормозить не сможет. Ну так тормоза у него будут более мощные, они будут тоже больше по размеру? Почему? Нет, может они и по-разному устроены. Понятно, что эти проклятые конструкторы хотят зарплат, хотят придумывать что-то новое. Ребята, это очень простой способ. Берешь чертежи. Вообще, знаете, автомобилисты говорят, что вот машина одна, машина другая. Предлагаю простую вещь. Берешь любую машину, ну лучше хорошую, и дальше модельный ряд получается следующим образом. Все размеры увеличиваешь на 10% получается машина побольше. Все размеры уменьшаешь на 10% машина поменьше. На 20% увеличивается машина еще побольше. Почему так не делают? Почему они каждый раз изобретают, какие-то пересчитывают? Наверное, просто денег хотят. размеры и все будет сходиться. Да? Я понимаю. Но если один раз изобрел хорошую машину, когда тебе нужно побольше, увеличь все размеры. да? Не, проблема не у задачи. Есть гораздо более простая, гораздо, извините, гораздо более понятная причина. О! Совсем если подсказывать. Ребята, вот представьте себе вашу квартиру. Да? Я не собираюсь сейчас спрашивать, кто где живет. Понятно, что каждый из вас живет в своем месте. представьте себе, что вы решили из вашей квартиры сделать проект такого же жилья для бедных. Ну, что делать? Очень просто. Все размеры берем и уменьшаем в два раза. У вас кухня, скажем, размером, ну, я не знаю, каких, там, 5 метров на 5 метров, да? Замечаем. А у них будет 2,5 на 2,5. А как уменьшить? А решили сделать квартиру для миллионера, да? Ну, или там, не знаю, для Путина, да? Замечательно. Берете чертеж вашей квартиры и увеличиваете все размеры в сколько не жалко раз. В сколько у них денег в сколько раз и увеличить. В 5 раз. Да? Будет неудобно, потому что все увеличилось. Что будет неудобно? Да? Есть более важная причина, почему Путин не захочет жить в увеличенной в 5 раз квартире. Да? какие-то будут тонкие, по дороге выше, и все обвалится. Да мы сделаем с более мощных материалов, да? Да, есть простая причина, да? он жить потому что там все не сможет все уберите. О, молодец, насчет того, что сесть не сможет, это ты прав. Вспомните, вспомните, да, что все? Руль, конечно. Так, вспомните, главный лозунг Владимир Владимировича, помните, размер сортира. Помните, чем Путин запомнился? Нет. Так они же в пять раз увеличатся. Он придет, а там стоит вот такой унитаз. Вы представляете, что он будет? Опа, бульк и все. попытка увеличить в пять раз приведет к тому, что самые неожиданные вещи тоже увеличатся в пять раз. Мы-то хотели создать ему комфортные условия, мы-то думали, что в пять раз увеличится площадь комнаты, и это хорошо, но у нас самые неожиданные вещи тоже увеличились в пять раз. и вдруг мы можем провалиться там, где раньше было нормальное отверстие. Так, здесь догадались? Да. Что? В чем проблема в банке? Уже догадались? Огурец ваш. Не в огурце дело, да. Эх ты. Ну-ну-ну. Говори. Про банку догадайтесь. Да. не слышу ничего. Глупости. Огурцы бывают и большие, и маленькие. Как раз с огурцами проблем нет, да? Конечно. А как иногда будете так выглядеть? Дорогие мои, как мне грустно признать, что вы никогда не замечали. Вообще-то могли бы дома не замечать. Что? Какую банку не возьми? Какую банку не возьми? А крышка одна и та же подходит ко всем банкам. Это очень удобно иметь один и тот же стандартный размер. Потому что, когда вам нужно закрыть банку крышки, то вы сейчас, конечно, бывают разные размеры, но в старые добрые времена догадались люди делать одного и того же размера. Сейчас в большинстве случаев стандартная полиэтиленовая крышка подходит для всех банков. Потому что вы закрываете банку крышки, не думая о том, у вас литровая или двухлитровая или на 720 грамм. Не важно, что одна и та же крышка подходит ко всему. Почему я говорил про лампочки? Почему нельзя механически увеличивать размеры у лампочек? Да. Говори. Потому что лампочка отойдет больше 5 долларов. задний будет. В какое отверстие? лампочек. Да. Да. Мама не будет признать что подверг все патроны. Наконец-то произнесено важное слово. Конечно, есть соколь, есть патрон. Лампочка это не просто ухожение. Лампа нужна для того, чтобы ее вернуть и она загорелась. Поэтому на самом деле ни один есть стандарт в быту обычно используют два программедика. У меня в квартире есть два стандарта. Один чуть побольше, но очень большой и маленький. Но тем не менее, если бы на каждую мощность лампочки был бы свой размер патрона, то вы бы замучились покупать лампочки. Потому что вы, приходя в магазин, должны были бы обязательно вспоминать, какой именно у вас патрон и в него вворачивать именно вот именно этой мощности лампочки. Поэтому люди догадались делать более-менее одинаковые все патроны. лампочки и в лампочки хорошо. Давайте еще одну задачу. Давайте еще одну задачу разберем. так, понимаете, кто умеет делить многозначные числа? Замечательно. Значит, давайте я расскажу вам эту задачу, она очень хорошая. это будет одно число, это будет число другое, это число будет третье, ну и наконец число четвертое. заметьте, они все сделаны по одному и тому же правилу. Берем трехзначное число и приписываем ему рядом его же. Получается шестизначное. Значит, ваша работа разделить сначала на 7, написать какой будет результат. потом то, извините, надо делить. Сначала разделить на 7, написать результат. Потом написать какой будет результат отделения того, что получится на 11. и потом то, что получится разделить на 13. Пожалуйста, у себя в цитрале это делайте. я предлагаю, если кто-то уверен, что он хорошо считает, выходите, вот там есть слева чистая доска, любое число, хочешь считать? Выходи, не бойся, тоже выходи. Так, берешь первое число, 237, 237, идешь максимально налево, считаешь и пишешь ответ. Вот там слева считать, справа писать ответ. Где соответственно второе число? 501 тысяча, давай, и регион и дели. так, тогда вас слишком много. Вас уже слишком много. Лучше сядьте, посчитайте. Возможно такой вариант, считаете и говорите нет, мы не синим. Вы пришли сюда не для того, что вы или не умеете действовать, если честно. Не умеете действовать? Плохо. Надо спросить у соседа, как делать, потому что так просто сидеть и будет полезно. Кстати, ребята, вот это очень важная вещь. нет ничего стыдного в том, что кто-то из вас не умеет делить уголков. Но я эту задачу объясняю сейчас вам, для того, чтобы вы пришли домой и спросили папу, мама, бабушка, кто вас нужен. Расскажите, как делить уголков. Слова, что о меня в школе не учили, совершенно не признаются, потому что так много чего в школе не учили, и вообще надо самому заниматься своим образованием, а не ждать, когда тебе все разжуют и работают. День. Так, что ты делаешь? не надо выходить, если вы не умеете. Разумеется, за 5 дней минут, если вы не умеете учиться, не можете, господа. Есть простой совет. Придите домой, спросите, как это делаешь. Так, какой там получился ответ? 103 тысячи, 103, да? Это правильный ответ, можно я его напишу. 103 тысячи, 103. Так, теперь надо стереть у вас здесь все на лишнее. Вот. И, пожалуйста, делите 102 тысячи, 103 на 1. Так. 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 Между прочим, деление уголком один из важных алгоритмов математики. Уверяю вас, ваши родители вот на абсолютно полезно, чтобы вы тоже это научились. Этому можно научиться дома. Не надо нажимать на калькуляторе, ну что же ты там делаешь, да? Не для этого же вы сюда пришли. Какой смысл? Если вы не знаете, как делить уголком, не надо ездить в университет. Понимаете? То, что знают ваши родители, не требует университета. Сюда имеет смысл приезжать за вещами, которые родители не могут вам дать. А то, что можно за пять минут узнать у мамы и у папы, надо узнать. Надо просто спокойно спросить, как делят уголком. И они могут это вам быстро, понятно объяснить. Что так? Получилось у тебя? делим на семь. Давайте рассуждать. Взял двойку, скажешь просто? Взял двойку, 14. 23 минус 14 получилось 9. Ух ты! Ух ты! Что все неправильно? Уме делись. Садись. Уме делись. Давайте учиться. Давайте учиться делись. Есть у нас число. 237 тысяч 237 Надо нам его разделить на 7. Смотрите, как это делается по правилам. Значит, 2 это меньше чем 7, поэтому это неинтересно. 23 пытаемся разделить на 7. Какое число ближайшее к 23 на 7 делящее? 23. 21, конечно. Поэтому вот так мы пишем. 3 умножить на 7 21 сюда написали. 23 минус 21 сколько? 2. Совершенно верно. Это 2. А дальше внимание. Эту семерку надо написать сюда. 27. Опять по сколько возьмем? по 3, конечно. Минус 21 это сколько? 6. 62. Те, кто не знают, пожалуйста, запишите этот пример как именно запишите дома запишите дома спросите у меня нет возможности долго здесь этим заниматься но парочку примеров показать я могу 63 разделить на 7 сколько? 9. хорошо. 63 вычитаем получается 0, 0 можно даже написать 7. 7 делить на 7 это 1. Все. Разделилось нацело получился ответ 33 891 очень хорошо. Так здесь тоже у нас кстати ребят вот это если я ожидал я абсолютно ожидал но эта вещь очень важна потому что многие из вас к сожалению гордятся тем что они и на такой олимпиаде выступили и на такой олимпиаде выступили там самые ловкие самые ловкие самые смелые но на какой олимпиаде вы выступали важно понимать что базовое знание у вас должно быть это то что не требует никаких высоких полетов мыслей это то что должен знать каждый человек но пока вы это не знаете дальнейшее движение бессмысловно значит итак работа 33 790 делю на 11 так я знаю что вы сделали просто здесь есть разные люди кто-то уже все найдите делим на 11 63 дальше смотрите восьмерка очень важная вещь 8 меньше чем 11 поэтому я сюда пишу 0 пожалуйста все заметили ваш процесс как я это делаю а сюда сбрасываю еще одну цифру так а сколько сейчас стоит взять по 8 конечно по 8 11 умножить на 8 88 так 11 делить на 11 сколько 1 отлично получаю опять 0 пишу так 33 891 разделить на 11 это 3081 отлично теперь делю число которое у меня получилось на 13 беру подбойки 26 так 48 сколько надо взять по сколько надо взять по 3 конечно молодец по 3 48 минус 39 сколько будет 9 91 9 на 13 сколько будет 7 абсолютно верно ребят обратите внимание на забавный ответ получилось число 237 при делении 3081 на 12 я начал с числа 237 237 и получил тоже самое число смотрим на достижение здесь ну здесь еще вообще ничего не произошло здесь у нас здорово здорово ребят заметьте заметьте я вам рассказываю про декларт а выяснилось а выяснилось что собственность процесса определения никто справился так ну здесь хотя бы первый шаг будет сделать правильно если первый шаг будет сделать правильно второй шаг давайте посмотрим кстати это легко да 7 что что а проверил еще и внизу умножить ну это хорошо это хорошо важно другое что вы полетились на 12 давайте я за вас сделаю 93 73 делено на 12 беру по 7 вычитаю 91 беру 27 26 почитаю здесь получается 13 беру ребят получился тот же самый чудесный ответ 9373 разделить на 13 это 721 опять 721 на 321 дает нам такой замечательный ответ так я все таки выполню еще два этих примера потому что странно неужели всегда будет так давайте посмотрим отнимаем 49 молодец отлично 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 только не убегай только не убегай потому что нам надо еще дальше делить получилась 71 643 мы теперь ее должны делить на 11 ну давайте взять по 6 по 6 по 6 отлично минус 66 6 1 правильно 56 по сколько берем 55 отлично отлично 1 4 отлично и теперь надо 65 это 5 то есть ответ 501 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 Так, ну и что? Вот, когда мы разделим, здесь если мы разделим тысяча один на семь, на один и на одиннадцать, то мы разделим тысяча одиннадцать. Так, давай я это решу. Тысяча один – это семь умножить на одиннадцать и умножить на тринадцать. Это я могу очень легко объяснить. Дело в том, что одиннадцать умножить на тринадцать – считать легко. Это, ребята, сто сорок три. Сто сорок три умножить на семь – тоже не проблема, подумайте. Сто умножить на семь – это семьсот. Сорок на семь – это двести восемьдесят. Семьсот и двести восемьдесят – это девятьсот восемьдесят. Три на семь – это двадцать один. Это действительно верное равенство. А раз оно верно, то мы в этом фокусе занимались следующим. То есть, когда мы приписывали к трехзначному числу это же трехзначное число, двести сорок шесть умножить на тысячу один. Ну и, естественно, разделить на семь, да? То есть, это двести сорок шесть умножить… Вы помните, да? Тысяча один делить на семь – это сто сорок три. Дальше у нас двести сорок шесть умножить на сто сорок три и делить на один. Сто сорок три и делить на один – это тринадцать. Это тринадцать. Поэтому это будет двести сорок шесть умножить на тринадцать. А здесь у нас, ребята, будет двести сорок шесть умножить на тринадцать и делить на тринадцать. То есть, двести сорок шесть. То есть я, конечно, могу сейчас уголком посчитать, и тогда у меня вот это число будет записано. Я вот здесь могу писать не произведение, а, собственно, результат умножения. Но смысл рассказанного вам фокуса в том, что если припишешь к числу его само, то фактически умножишь трехзначное число на тысячу один. Если же делишь на семь, на одиннадцать и на двенадцать, то это означает, что по очереди убираешь отсюда семерок. Кстати, может было в другом порядке. Может было сначала делить, скажем, на тренадцать, потом на одиннадцать, потом на семерок. Не важно. Важно, что вы получите эти множители, убирая.